здравствуйте сегодня мы поговорим о вредителях малины когда мы собираем малину мы очень часто видим на ягодках таких белых небольших червячков это не что иное как личинки малинного жука вот такой вот жучок откладывает яйца в бутон и там образуются вот червяки которые выедают сладкие вкусные ягоды малины еще бывают на малине вот такие вот дырки скажем так на листях малины эта работа другого вредителя так называемой пирамидальной совки вот эти дырки объедание листьев делают ее личинки которые похожи также на червяков они очень сильно распространяются в загущенных садах и еще один вредитель малины это земляничный малинный долгоносик это долгоносик который размножается и в бутонах малины и в бутонах земляники иногда уже бутоны видно что вот-вот распустятся они не распускаются засыхают это говорит о том что там поселилась личинка земляничный малинного долгоносика для того чтобы избавиться от этих вредителей во-первых не допускаем сорняков на наших участках но в малине нужно избавляться от сорняков очень аккуратно потому что корни малины находится на поверхности земли и перекапывать там даже на штык лопаты нельзя сорняки собираем либо вручную либо сорняки собираем либо вручную либо если они там у вас такие злостные многолетние пытаемся выкопать корни удалителем и работаем плоскорезом вот с лопатой в малине работать очень сложно потому что можно повредить корневую систему убираем весь листовой опад не допускаем того чтобы листья зимовали на насаждениях малиной ранней весной до распускания листьев как только сойдет снег опрыскиваем малину фуфаноном и опрыскиваем малину другим любым инфектицидом ну например карбофосом и когда опадут уже листья и когда мы соберем листовой опад мы опрыскиваем осенью поздней осенью вот этим же препаратом как фуфанон листья которые мы собираем с малиной мы обязательно сжигаем как известно малина плодоносит побег малины плодоносит на второй год поэтому каждый год от плодоносившие побеги нужно срезать и не нужно с этим тянуть потому что вот именно на этих старых оплодоносивших побегах и размножаются и зимуют и вредители малины чем быстрее мы обрежем малину тем чище будут наши посадки и вот эти вот стебли малины то же самое ни в коем случае не в компостную кучу мы все это сжигаем вот такие советы помогут вам вырастить хороший урожай малины и главный чистый урожай без всяких червяков насекомых и жуков